Уже спикер говорили о формате юридического языка и того, какие есть законодательные пробелы и недостатки, которые тоже можно регулировать, и какие есть уже решения хотя бы на уровне писем Минфина. Добрый день, коллеги. Большое спасибо организаторам за приглашение на такой интересный форум, возможность выступить. Многое о чем я хотела говорить, коллеги осветили, поэтому загружая первый слайд, я, наверное, продолжу мысль Артема о том, что действительно очень важно понимать объем закупок. Региональный центр закупок здорово, но поскольку инструмент оффсетный действительно близок до ЧП, у меня тоже родилось такое раз предложение по следам до ЧП-проектов. А почему бы инвестору, по крайней мере крупному, планирующему ряд офсетов регионов похожих, почему бы ему не делать, как мы требуем с БЧП-партнера или с концессионером маркетинг-анализов? Хорошо, если региональный центр закупок предоставит информацию, но, во-первых, у нас нет действительно вообще-то частной инициативы, нет возможности легально вести переговоры, во-вторых, это открытый конкурс, непонятно, кто выиграет, и насколько инвестору получится раздобыть информацию об объемах закупок до того, как он станет прийти на конкурсы, по крайней мере, участникам, тоже вопрос, как при этом публичная сторона, комитет к закупкам или организатор торгов не нарушится по награде в защите конкуренции, всем предоставит такую информацию желающим или какому-то определенному инвестору и так далее. Поэтому я бы рекомендовала воспользоваться прекрасным инструментом оботочной БЧП-концессии, провести маркетинг-анализ, частью него, кстати, могут сделать даже сотрудники этого инвестора, потому что в отличие от БЧП-концессии у нас есть публикуемый план закупок, у нас есть реестры государственных контрактов, то есть какую-то долю информацию добыть реальность, прогнозировать свои объемы. Почему маркетинговый анализ? Потому что кроме и рыночных схем, как то попадание в единый реестр и потенциальные закупки по реестру, есть же еще и рынок у инвесторов, то есть те заказчики, которые будут проводить конкурсы, он придет точно так же, как и не офсетный инвестор, а победит в каком-то еще конкурсе, или коммерческие потребители, которые с этого же офсетного производства будут потреблять продукцию. Ну а если возвращаться к моей презентации, то я считаю еще одним важным полугодным вопросом, это определение цены во всяком контракте. Чаще всего спрашивают, можно ли ее определять по формуле. У нас установлено 5 способов определения цены в контракте для всех закупок по 44 ФЗ, при этом отраслевые органы устанавливают свои приоритетные способы закупок. Например, на Уфина есть позиция, что для закупок в сфере медицинской применяется тарифный метод и метод поставления рыночных цен. Ну и вопрос по постановлению правительства номер 19, 14 года, который говорит о том, что определение цены на каждый год поставки возможно по формуле, есть ли на МЦК свыше одного миллиарда. Мы считаем, что это постановление правительства применяется и ко всему тоже. Есть позиции в регионах, что ко всему она не применима, даже если объем инвестиций больше миллиарда. Но вот если будем теперь именима, то можно применять формулу, и задача несколько упрощается. Об этом о концентрализации, консолидации закупок точно не буду говорить, все сказали. Здесь позиция Минфина нам в одном случае помогает, когда мы говорим об осуществлении закупки единого полномочного органа в интересах нескольких лиц, Минфин подтверждает, что так можно, а вот в части совместных закупок не помогает и мешает, потому что Минфин однозначно трактует норму 44-го закона о том, что в решении высшего исполнительного органа субъектов федерации указывается такая-то информация, которая должна быть во все эти, как невозможность заключения повседного контракта по итогам совместной закупки с несколькими, соответственно, заказчиками. И вот хотелось бы еще обратить ваше внимание на определение сроков во всем контракте. Здесь Минфин занял очень либеральную позицию, гораздо более либеральную, чем 44-й федеральный закон. Если мы читаем буквально 44-й федеральный закон, то у нас офсетная история делится на две стадии, инвестиционная и эксплуатационная, что очень похоже на концессию ВЧП. На инвест-стадии инвестор либо строит производство, либо модернизирует, на эксплуатационной стадии, соответственно, поставляет товар или же после реконструкции объекта оказывает услугу. И закон нам говорит, закончим инвестиционную фазу, поставляй товар по реестру без конкурса и по графику своего основного заказчика. Минфин говорит, что, знаете, в общем-то, можно даже до окончания этой фазы уже поставлять по графику товары, можно даже поставлять другого вашего действующего производства. Я считаю лично эту позицию слишком либеральной и противоречащей 44-му федеральному закону, но для тех, кто руководствует Минфину, в общем-то, это потенциально хорошая возможность разрешить инвестору раньше возвращать вложенные инвестиции. Интересный еще вопрос о том, отличение в проект имущества земельных участков. Мы все понимаем, что в отличие от ВЧП с концессией, не предмет офсетного контракта, модернизация, реконструкция и эксплуатация какого-то объекта, который создается в интересах государства. Поэтому, несмотря на то, что 44-й закон однозначно не говорит, чей объект, который надо конструировать и на нем оказывать услугу, или чей земельный участок нам обязаны заказчику предоставить земельный участок, мы это понимаем как объект частный и земельный участок, ну, как получится, либо имеющийся у инвестора, и если этот участок соответствует тем, наверное, на требованиях, которые были во всех незакупках, либо же предоставлены муниципалитетным регионам, но, опять же, на какой-то определенной процедуре, на торгах, а не без торгов по вот этому контракту. В действующих контрактах мы видим то, что в самом контракте никогда конкретное производство или конкретный земельный участок не указывается. Указывается достаточно размытой формировки, например, что инвестор имеет право на территории ОС или технопанка расположить свое производство, а дальше уже, когда подписывается контракт с победителем, конкретизируется, где конкретно будет производство. Ну и закончить я хотела бы таким интересным, спорным вопросом, это овсетные услуги, появившаяся недавно возможность, и Нижний Новгород, который неделю назад заключил первый овсетные услуги, овсетные услуги действительно могут быть в совершенно различных отраслях. Для того, чтобы оказывать услуги на овсетном объекте, уже не обязательно производство, нужно этот объект модернизировать, реконструировать. На этом объекте, судя по всему, и надо оказывать эти овсетные услуги, но есть ли технологическая связь обязательно между объектом оказываемого услуги, услуги, то есть должны ли быть они одного профиля, об этом законодатель нам не говорит. Здорово, что появился первый пример, мы очень долго ждали, и надеемся, что овсетные услуги тоже заработают. Ну и как же без блогерского блога, без блогерской части, извините, тоже приглашаю вас в телеграм-канал ВЧП Prime, здесь много овсетов, и пользуясь тем, что здесь есть ряд представителей центра ВЧП, приглашаю вас также на обучение по овсетам, которое будет полностью онлайн, совместно с центром ВЧП, с платформой Росын, пристартует уже в этом декабре. Ну и совсем напоследок, два полезных материала, как нам кажется, исследования по овсетам до изменения законодательства и после, тоже буду рада, если кому-то пригодится. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Женя. У меня теперь такой вопрос, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот, скорее нужно развивать процедуру централизации закупок, либо просто ограничиться, например, поправкой того, что несколько заказчиков одновременно с единым инвестным обязательством могут быть поднимены в сетном контракте? Или может быть третий вариант, что и то, и другое надо? Я думаю, что и то, и другое надо. То и какое, то есть, кто и другое, что первое восьмидное. Понятно. Хорошо, спасибо. Пусть цифры, цифры, да? Такой у вас будет ответ. Хорошо, спасибо большое. И у нас тогда в следующей сфере это Максим Каченко, старший управляющий директор национального центра ПЧП. Мне кажется, что он будет шумоваться в кейзисах.